Шалом дорогие друзья, вернее шаббат шалом всех вас с наступающим шаббатом пусть он будет для вас радостным, веселым и главное мирным пусть никакое зло этого мира не войдет в ваши дома и в ваши сердца и пусть бережет Бог каждого из нас из тех, кто всем сердцем своим и всей душой прилепляется к Господу и к Его учению и является народом Торы Шаббат шалом друзья, мы на канале Рэба Илья Укоцар и сегодня мы с вами поговорим о интересных вещах таких как мало человеку выйти из Египта важно, чтобы Египет оставил человека это будет тема сегодняшнего урока но прежде чем начать я хочу поблагодарить всех тех людей, которые помогают нам развивать этот канал всех тех, кто подписывается на канал, ставить лайки или дизлайки если вам не понравилось, кто комментирует спасибо вам огромное, потому что вы помогаете нам делать работу Божью а это очень важно, такая поддержка для меня является очень важным также спасибо всем молящимся и поддерживающим нас в нашем нелегком пути потому что вы знаете, через что мы проходим и я думаю, что с верой все в порядке и мы верим, что наш Бог не оставит нас и никогда не покинет и все то, что он начал делать, он сделает совершенным и до конца потому что мы находимся в руках великого мастера и великого художника того, кто пишет совершенные картины жизни человеческих итак, друзья, мы начинаем и хотел бы обратить ваше внимание на то, что происходит дальше в главе Бешалах мы не можем ее оставить без внимания потому что вчера мы в ней были, пребывали и погружались но вчерашнего урока мало, чтобы обговорить эту главу там очень много полезного и очень много такого, знаете, хлеба который дает нам жизнь поэтому мы останемся еще здесь но мы, видите, потихоньку догоняем и скоро мы встанем на одни рельсы со всем народом немного осталось, мы немного отстаем поэтому ничего страшного, догоним и все будет хорошо друзья, мы вчера говорили о том чудесном выходе из Египта и тех чудесах, которые Бог сделал чтобы все увидевшие это чудо и все увидевшие силу и мощь Божью написано, что народы вас трепетали а Израиль в сердце своем вас пел песню друзья, когда читается эта глава ну, шаббат, вы знаете, для каждого шаббата своя недельная глава вот так, когда попадает эта глава чтение этой главы этот шаббат называется шаббат ширу и то есть песня ну, шаббатная песня вот так, правильно? ну, иудеи читают эту песню ну, славную песню Маше которую мы вчера с вами читали они читают каждый день в утренней молитве и зачем делают они, ну, как бы напоминают помните, мы вчера разговаривали об этом я говорил, что когда читаю эту песню оно, как вся жизнь моя верующего проходит перед глазами и я возвращаюсь вновь в то время когда я помню радовался таким незначительным вещам которых, наверное, сегодня я даже не замечаю потому что они вошли уже в привычку ну, и это не есть хорошо поэтому почаще читайте эту песню хуже от этого не будет а лучше точно будет важно помнить о том, что Бог делает для нас ну, как у всякого человека ну, у нас как-то короткая память, да и мы, ну, часто забываем, да и важно нам еще понимать, да все-таки вот это стереотипное мышление которое я говорил которое сформировалось там в Египте при тех обстоятельствах и все, оно накладывает отпечаток на наш характер, на наш разум и, ну, невозможно выйдя с него сразу как вот многие, ну, считают, что все, я покаялся и дальше я уже страшный верующий ну, это, конечно, это детство это младенчество но, ну, важно чтобы был рядом наставник который сможет объяснить и показать потому что для священника или того, кто учит раввина очень важно научить народ Божий чему соблюдать шабаты это раз это второе научить их отличать чистое от нечистое от нечистого ну, и также научить соблюдать все научить соблюдать заповеди и праздники и Господни вот это задача священника если он находится на своем месте и об этом написано у Езекииля в 44 главе кто хочет прочитайте вот ну мы 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 говорим об том что проходит некоторое время и этот Египет начинается у нас отображаться ну попробуем понять природу этого явления да один человек когда к нему сказали ну ты ну ты не хочешь стать верующим ты не хочешь стать задали вопрос ну сделать этот шаг веры и посвятить свою жизнь Богу он ответил если бы я своими глазами видел как расступается море и ну я бы может быть тоже поверил Бога если он хочет чтобы я стал верующим то пусть он сделает такое чудо для меня в моей жизни и знаете друзья ну чудеса да они могут сейчас такое время вообще что людей людей сколько насколько зафокусировали на чудесах каких-то ну то там перелетают то золото сходит то камни падают и люди в основном бегают ну как в цирк за этими чудесами посмотреть что-то удивительное но важно понимать что чудеса они не меняют наш характер не меняют наши привычки и вот это эмоциональные возбуждения которые переживают люди на таких собраниях оно быстро заканчивается ты выходишь а ничего не поменялось в твоей жизни множество пророков появилось множество вот этих чудотворителей и ну как-то каким-то образом они пытаются людей вывести на эмоциональную такую высшую точку но эмоция это душевная часть и она ну она скоро проходит и она очень меняется быстро тут тебе кажется что ты любишь тут тебе уже кажется что ты ненавидишь тут тебе кажется что хорошо все и ты наполнил добрые эмоции тут тебе уже все плохо и ты наполнил уже такой эмоцией то есть полагаться на операция своей верой на чудеса это последнее дело когда вы знаете что была шестидневная война в Израиле 67 года и во время ну во время той войны невозможно было достать даже ну пару тфилинов это тфилин кто не понимает это то что навязывают вокруг головы и наматывают на руку это то что Бог сказал повяжи их на руку и на голову твою чтобы ты помнил и у евреев принято делать тфилин у меня где-то там еще на фейсбуке есть фотографии много там где возле скины плач а возле ну в синагогах делают тфилин ну это это очень ну нет я не считаю что это плохо это хорошо это заповедь Господня она ничего плохого плохому не учит ну это только хорошо для человека когда он делает тфилин вот насколько были обстоятельства потому что тогда весь мир ну практически весь мусульманский мир восстал против Израиля молодого государства у которого практически ну за 20 лет что там у них и оружия не было я смотрел на экспонаты которые у той шестидневной войны ну чем они воевали когда я был в Израиле там есть музеи вот ну это скорее всего карикатура на оружие чем само оружие я помню да есть такой рассказ о том что по-моему тогда Голда Мэйр была премьером ну точно не помню извините она позвонила американскому президенту и попросила его о помощи то есть войска стояли уже ну недалеке от Иерусалима ну одного наступления хватило чтобы полностью захватить одного дня наступления хватило чтобы полностью захватить Израиль и стереть ну как цель это была такая стереть его с лица земли за этими за Египтом и за прочими арабскими войсками стояла такая машина военная как Советский Союз они воевали на стороне арабов против Израиля они хотели чтобы Израиль не существовала это цель конечно всех тех людей которые посвятили свое служение злу и вот вот эта армада утром должна была двинуться на Иерусалим и премьер-министр Израиля звонит американскому президенту и просит дайте нам пожалуйста хоть там какую-то дивизию ваших войск чтобы мы могли обороняться чтобы мы нам не надо наступать или захватывать чтобы мы могли свое отстоять тот кусочек земли который тогда находился в ну тогда находился под влиянием израильтян и американский президент говорит что это был первый раз когда я пожарил что я стал президентом потому что я понимал если сейчас Америка перебросит туда войска с ближайших баз начнется третья мировая война и в которой уже не будет стоять речь о погибели Израиля или погибели какого-то народа будет мировая катастрофа потому что тогда уже было и оружия очень много и ядерного естественно что могла начаться ядерная война и он находился в этом а не защитить Израиль он тоже понимал что так нельзя потому что народ божий и это государство которое должно существовать и в этих борениях он пришел к тому что он послал туда роту спецназа морских котиков по-моему этих ну как бы для того чтобы они смогли организовать но очень было мало времени и этих солдат очень было мало чтобы действительно повлиять на ход этой войны и и когда арабы двинулись с утра на своих танках двинулись на Иерусалим на жителей жителям тогда тем кто тогда был оставалось только молиться и взывать к Богу и вот это делать филин и ну воздевать свои руки к небу молить Бога чтобы он помиловал ну и тогда случилось такое чудо которое подобно тому чуду которое произошло на Красном ну там на Черном море ну когда воды раступились и ну народ прошел среди них а Египет погиб погиб а танки которые наступали со всех сторон в какой-то момент остановились и с них начали выпрыгивать солдаты и показывать пальцем на небо и кричать Абе Авраам Абе Авраам отец Авраама и показывая ну показывая на небо и тогда они побросали очень много техники убегая они даже не на технике выезжали вся техника остановилась и они убегали пешком и ну естественно что израильтяне которые приготовились уже к гибели но они воспирались духом захватили эту технику и так победоносно закончилась эта шестидневная война потому что сразу после этого запросили начались мирные переговоры арабы запросили ну как бы остановиться все и приступить к политическим диалогам и друзья и что вы думаете ну еще один случай когда в Персидском заливе ну помните Ирак там еще был Саддам Хусейм правило они захватили Ковейт и начали огромные такие ракеты скады гигантские снаряды которые начинены больше чем 200 килограммов изрывчаткой они начали запускать на Израиль их и снося густо населенные кварталы снося дома не щедя людей и тогда многие евреи не соблюдавшие заповеди Торы не расставались с книжечками Тегелим ну то есть псалмов и носили на проверку мезузы это то что на косяках дверей одевается и там ну там заповеди вот вот и когда ну объявили о победе американцев и захвате ну Ирака то есть в полном разгроме иракской армии это было как раз в Шушан Пурим второй день Пурима и ну во всех городах и в Иерусалиме началась ну началась безудержная радость потому что многие восторгались совпадению надо же Аман и Саддам разгромлены в один день таксисты таксисты цитировали пророков о наказании Вавилона которое Бог тогда еще через пророков обещал и каждый видел ну в этом руку Творца ну что вы думаете прошло два три дня ну пусть неделю и все вернулось в прежнее русло и уникальное РДУ с привидением уступило место серым будням так вот мудрецы Толмуда говорят что на Красном море даже простая служанка видела больше чем пророк Езекииль ну а ведь Езекиилю единственным из смертных открылось в мистическом видении механизм божественного управления миром но ну однако вот то что они там видели у моря не ничего не дало и ну Египет укоренился в них и состояние раба а раб он теми отличается от свободного что он постоянно всем недоволен ему постоянно чего-то хочется большего и ну такая уж рабская сущность вот и он не способен благодарить искренне не благодарить ну когда чудо видит да тогда все благодарят ну такие подобные чудеса но проходит время и его сердце ну возвращается в старое состояние и начинается ропот так случилось и с Израилем так случается и со многими из нас ну не со многими я думаю что со всеми это происходило после покаяния и после того как мы совершили чууу да немного вот вот это такое безудержная радость от того что грехи твои прощены и они больше не давят на тебя оно прошло и что случилось с Израилем ну это случилось практически у каждого из нас они ну вода и сестные припасы естественно которые взяли в Египте закончилась и захотелось пить и они пришли к ну к водам Мерива Маре ибо ну и попытались пить там но вода оказалась горькою и возроптал народ на маше говоря что пить будем и бросили его и возопил он к Богу и указав ему Бог дерева и бросил его в воду и стала водопресную там установлен установил он ему закон и правосудие и там испытал его и сказал если будешь ты слушать Бога всесильного твоего и угодно его делать будешь и внимать будешь заповедям его и соблюдать все законы его то ни одной из болезней которые я навел на Египте не наведу на тебя ибо я Бог твой целитель вот первый раз Бог обращается к народу с таким заявлением ведь тогда еще не было Торы но Бог потихоньку постепенно начинает народ свой подготавливать к дарованию Торы и здесь мы видим вода это всегда мы уже говорили об этом это символ жизни и если ну эта вода не дает жизни да и не подкрепляет жизненные силы или ну если в духовном смысле если мы отсоединяемся от источника жизни то естественно приходит его ропот и недовольство в нашу жизнь в общем я ну к чему к чему это все говорю потому что ну важно очень важно понять что наша жизнь ну жизнь верующих ну уже по ту сторону моря да которая начинает она не будет уже идти по тому как мы хотим или как бы нам хотелось она будет уже так устрояться чтобы максимально вот произвести очищение нашего внутреннего человека и чтобы мы не просто освободились внешне от каких-то давлений и а внутри оставались рабами потому что внешне оно ничего не дает то есть ну внешне знаете как вот в Америке там был когда-то эпоха рок-н-ролла да и молодежь которую ну в 60-х 70-х годах были воскресные школы ну и и были вообще христианские в каждой школе христианские уроки и насильно пытались затолкнуть туда вверх ну на путь веры это не добровольный их выбор был это выбор был ну сделанный за них и им приходилось просто смиряться да до какого-то момента а потом произошел вот этот взрыв и эпоха началась вот этого рок-н-ролла и мнимой свободы когда начали начался вот эти беспутные отношения и все ну короче все что можно было туда смешалось пьянки наркотики гулянки и так оно прорвало и как вроде бы в стране где ну насколько было развито христианство и где должно было все быть ну должно быть все было как правильно да и правильные наставления все такое могло произойти невозможно ну вот свобода она не не извне приходит друзья свобода начинается с освобождения нашего внутреннего человека а если мы ну внутри не свободны то ну оно будет проявляться и каждый сможет увидеть свою несвободу что же делать в таком состоянии в таком случае друзья я не знаю другого способа и я уже сказал ни чудеса ни чтения каких-то брошюр и ну хождение в какие ну в общины оно не сделает человека свободным если ты не сделаешь слово Божьим своим путеводителем вот скажем так если ты не захочешь ну если ты не захочешь его изучать если ты не захочешь его исполнять по мере того как ну ты понимаешь потому что понятно вот когда говорится когда со многими людьми разговариваешь да которые находятся в общинах христианских церковных церковных да и но они говорят мы язычники нам не надо того делать что делали евреи и здесь ну как бы и они все переадресовывают подкрепляют свои слова местом издеяния где помните на первом соборе скажем так когда собралась первоапостольская община и решался вопрос по тем язычникам которые приходят в общину и что с ними делать потому что ну если на них полностью закон одеть они не выдержат и тогда встал Петр и он выступил как бы адвокатом тех людей которые были изгоев переходили на сторону приходили в дом Израилев и Петр сказал что мы это с детства впитываем с кровью матери и то нам тяжело исполнять и мы не все можем исполнить но каково им которые никогда не слышали об этих заповедях ну и мы сейчас их будем заставлять это все исполнять это будет неправильным и он сказал давайте положим вот для начала хотя бы не есть там удавлены не блудить не пить крови потому что в ней душа ну и тогда все согласились с этим потому что действительно невозможно Тура это та книга которую я думаю ни один человек кроме Машеха у него получилось он не может ее исполнить сразу же и она ну ее можно исполнять по мере познания то есть когда мне открылось что нельзя воровать да и я старался эту заповедь исполнить но все равно рука где-то тянулась где-то к чужому тому что нехорошо лежит там ну даже вот проходя по улице там яблоко у кого-то сорвать это тоже кража пусть она кажется незначительной но незначительные из незначительных вот таких вещей она дорога в ад выложена и поэтому ну ты хочешь делать доброе но не можешь этого делать и тогда ты становишься на колени и просишь у Бога чтобы он и избавил тебя от этой привычки пагубной которую ты приобрел находясь там в Египте находясь среди Египта и который ну так получилось что ты там родился и все мы там рождаемся и конечно же когда ты искренне обращаешься к Богу благодать Божья приходит и в один момент ты понимаешь что тебе уже не надо чужого и зачем если то что дает Бог оно гораздо ну я начал замечать как Бог дает именно сколько и именно то что нужно мне сегодня и на сегодняшний день и это меня тогда удивило а как я это раньше мог не понимать ну ведь возможно у меня нету сейчас возможности красную или черную икру икру банками ну да но мне и не надо сейчас я начал замечать как Бог мне так делает как-то что одно время я могу не есть вообще мясо там и мне это не так что мне не хочется мне хочется я себя сдерживаю нет ну от некошерного мы уже давно отказались я говорю от ну закошерное мясо и вот так делаешь что не хочешь ну просто его не хочется и в это время ты ну питаешься со стола ну то есть такими вещами какие-то там растут на огороде там помидоры аульчики разная такая растительная пища и ну вот так Бог работает вот так Бог работает с тобой и зачем тебе воровать если Бог дает тебе на каждый день и помните когда к Машеху обратились ну как нам молиться и он сказал очень насущий на небесах и дальше эту молитву вы все знаете не буду повторять но самое хлеб насущенный подавай нам на каждый день о чем речь идет тот хлеб который мне нужен подавай Господи на каждый день потому что ну если ну то что ты усмотришь не то что я хочу вот так Бог учил свой народ и вот эта пустыня она не заканчивалась до тех пор пока Египет не вышел пока вот эти закваски египетские не вышли с человека и знаете что что хочу еще сказать ну в рамках этой главы друзья не ну не надо смотреть если человек стал на путь веры не надо требовать от него или смотреть на его какие-то ошибки ну никто или считать и всегда возникает такой соблазн считать себя выше кого-то или святее кого-то да ничего мы ничего подобного и объясню еще один момент и буду заканчивать манна в этой же главе начало являться манна то есть после того как Бог да ну явил вот такое чудо да дал им воду жизни да источник этой жизни появилось новое недовольствие и что мы будем есть откуда вы нас привели и Бог сказал Мансею что будет даваться манна и она будет приходить на каждый день и больше того знаете ну вообще говорят что манна это от мазе что это когда выпала манна они показывали спрашивали спрашивали друг у друга мазе что это ну ну вот так и появилось название манна но говорят что ее вкус был на уровне тех ну тех продуктов которые кто-то хотел например там ну к примеру да кто-то хотел там колбасы была колбаса кто-то хотел хлеба была манна как хлеб ну вот о чем хочу сказать и друзья второй урок пустыни да он связан с чем Израиль это народ среди которого не может быть такого как есть у других людей у другого среди другого народа не может быть такого что у кого-то много а другой сидит голодный и при этом и тот и тот претендует на что я принадлежу к Израилю те стержатели о которых Ишуа говорил что трудно богатому войти в царство Божье трудно но невозможно должны понять что пока вы не сможете стать частью Израиля пока вы жируете не отказывайте себе ни в чем а рядом с вами гибнут люди кто из из голода кто из возможностей лечиться или еще что-то не не можете вы быть частью почему потому что с самого начала это то первое что должен понять верующий человек что манна она сходила и так бог все уравновешивал что кто собирал больше а кто меньше но в результате у них оказывалось одинаково и никто не мог насобирать манны сколько чтобы потом вечером когда у кого-то окажется что у него ничего нет он скажет покупай у меня я тебе продам не не было там такого первое что учил бог это равенство народ выживет только тот народ или та община когда ишуа говорит что врата ада ее не отдали это не та община у которой кучка бизнесменов привилегированная и им можно все и им чуть ли не поклоняются как богам а другая куча они приезжают на дорогих машинах для них там стоянки расчищают бедные те кто служит они приезжают ставят и уезжают роскошно разодетые расфуференные даже вот таких конфессиях как баптисты там или пересятники где очень строго к одежде относятся к прическам чтобы сестры не красились богатым можно все и им вообще ничего запрещено почему потому что они приносят общине деньги и такая община не есть общиной божьей и там где нет единства там где нет равенства это не Израиль это пирамида до построенная для кого-то чтобы ну а в любой пирамиде деньги приходят даже не Лене Голубкову помните пирамиду МММ и рекламу Леня Голубков купил себе своей жене сапоги потому что вложил в МММ деньги и там заработал но там всегда ну получает выгоду один человек мавроди вот в любой пирамиде и те люди которые близко вокруг него потому что они помогают ему строить эту пирамиду и называть это церковью божьей я думаю что у здравого человека или у честного человека который дружит со своей головой и дружит со своей совестью ну я думаю что ну язык не повернется называть это общиной божьей потому что я же говорю что первое чему бог начал учить это равенству и что нельзя господствовать в мире но между вами да не будет так между вами пусть будет вот так что у всех должно одинаково быть и это это легко ну тогда там все будет по настоящему также в этом же главе мы видим раскрытие заповедя о шаббате и бог не давал в шаббат не падал ман с неба потому что в шаббат бог сказал в пятницу брать сколько чтобы в шаббат не собирать его и друзья вот это положение да которое дало такое ну бог дал такую заповедь в шаббат не работать я помню когда в моей жизни мне начал открываться шаббат и тогда знаете у меня была хорошая работа и я много зарабатывал особенно прибыльным днем считался что как раз день шаббата и очень трудно было отказаться от тех заказов или той работы которую хотели люди чтобы сделали в субботу и для меня было это такое знаете непростое решение потому что на тот момент еще деньги они руководили мной больше чем я ними и пришло и когда я стал перед этим выбором я понимал что если я становлюсь в своем развитии ну то есть я не смогу отказаться от работы в шаббат то дальше я не смогу расти и все остальное вот это я всегда понимал потому что когда мы ну упираемся в что-то да для чего-то мы упираемся для того чтобы понять раньше я себя обманывал по всякому ну что я в субботу я же зарабатываю деньги чтобы там и туда дать и туда с этим проблем у меня не было но чтобы ну как ну обманывая себя и еще друзья когда я себя вот так утешал да и работал в субботу все что зарабатывалось оно где-то одевалось и непонятно куда и у нас еще и были долги при том большие везде и чем больше зарабатывал тем еще и должны были больше какой-то нонсенс просто был и когда я вот это принял решение я помню что люди которые зависели от того что ну я должен был ну практически давать им работу в этот день я сказал что мы не работаем больше в субботу тогда они не понимали они говорили что ты себе там придумал давай ты ну что ты не работаешь дай нам работать нет я сказал в субботу работать никто не будет и для меня это было сопряжено с потерей дохода какого-то но прошло время и я увидел что все наши долги покрыты и больше того у нас нормальный достаток и это не не то что ну как бы в минус мне вывело это привело к плюсу поэтому здесь уже начинает открываться практическая сторона субботы да и они начинает бог показывать что можно что нельзя и учить этому дню потому что только его народ может быть приходить в шаббат и в остальные праздники вот так друзья и вот на этой нотке я наверное буду заканчивать сегодняшний урок и вот эти ступени чем дальше мы будем выше подниматься начав с шаббата мы продолжим видеть как бог разбирать и видеть как бог учил своему народу первое это не роптать потому что ропотом мы своим ропотом мы ну сами себя будем отсоединять от источника жизни и важно очень важно народу божьему научиться быть благочестивым и довольным второе это же шаббат и в этот шаббат я вас поздравляю друзья с шаббатом и с тем что вы все вы приглашены на праздник божий потому что шаббат это праздник божий и раз вы приглашены а еще шаббат это знамение вечное между мной бог сказал и сынами божьими ну так поэтому друзья радуемся тому что мы находимся нам открыт шаббат и не забываем о тех людях кому это еще не открыто и не судим их потому что сами работали в Египте и знаем как это непросто и поэтому своим примером своими делами будем показывать этому миру и людям ну как бог работает и как бог благословляет свой народ любит свой народ и я думаю что это больше будет чем ну чем наши разговоры там или на уровне ты грешник и ты скоро будешь гореть в аду это ну никого не впечатлит наоборот только будешь отдалять от бога хорошо друзья всем радостного и благословенного шаббата всем милости божьей очень много пусть она сегодня как шатер распространится над всеми вашими домами и пусть воздух свободы да дух божий написано дух господин там свобода сегодня придет в каждую жизнь и пусть истину которую вы познаете истина которую вы познаете через изучение вторы она сделает вас по-настоящему свободными людьми помните что мало выйти с Египта надо еще дать Египту выйти с вас и вот эти все уроки они для этого и предназначены шаббат шалом всех обнимаю до новых встреч и до новых уроков верю что торжество у Господа Бога нашего в наших жизнях продолжается и мы увидим окончательную победу всем добра шаббат шалом